Добрый день, уважаемые друзья! С вами Юрий Хамутский, основатель и руководитель клуба успешных инженеров, руководитель проекта aboutdc.ru. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос, как стать богатым. Друзья, у меня на эту тему, на смежные темы, есть два интересных видео, посмотрите их. Первое, это что такое богатство? Что такое? И второе, это вторичные деньги. Я кратенько сейчас расскажу, в чем смысл, и из этого, как следствие, будет вытекать, как стать богатым. Но подробнее эти темы рассмотрены в отдельных видеороликах. Итак, давайте определимся сначала, что такое богатство. Что это такое? Дело в том, что богатство, это не рубли, не доллары, не юани, и даже не биткоины, которые у вас на счету. Это не богатство. Богатство, это время. Но не просто время, это время автономии. Время вашей автономии. Время вашей автономии. Ну, например, у вас на том же самом счету есть там 1 миллион рублей. А каждый месяц на свою жизнь вы тратите 50 тысяч рублей. Это значит, что ваше богатство равняется 20 месяцам. Приучите себя, пожалуйста, думать о богатстве, как о времени, и, соответственно, которое измеряется, это время, в месяцах или в годах. Если у вас миллион рублей, то это не значит, что вы богаты на миллион рублей. Каждый человек с одним миллионом рублей, с одной и той же суммой на счету будет богат абсолютно по-разному. Если вы тратите в месяц 50 тысяч, то вы будете богаты на 20 месяцев. Ваше богатство, это 20 месяцев. Я вам приведу сейчас другие примеры. Если вы тратите 200 тысяч рублей, то ваше богатство будет всего лишь 5 месяцев. Но, смотрите, какая интересная ситуация. Если мы 1 миллион рублей положим в банк на депозит, и они нам принесут, ну, допустим, 8 процентов, и это, соответственно, 80 тысяч рублей в год. То 80 тысяч рублей в год это сколько в месяц? 6, 7, ну, где-то 6,5 тысяч в месяц. То есть этот вклад, миллионный, нам дает 6,5 тысяч рублей в месяц. И теперь представим, что мы можем жить на 6 тысяч рублей в месяц. Нам этого хватает. Ну, например, у нас огород есть. Мы живем где-то в деревне, в далекой, и у нас есть огород, и еще есть скот, там, куры и так далее. И нам не надо тратить, там, по 50, по 200 тысяч. Мы тратим 6 тысяч в месяц, и нам этого достаточно. И значит, наше богатство бесконечно. Потому что миллион никуда не девается. Мы его постоянно держим на счету. Денежка с него капает 6,5 тысяч, а мы тратим всего лишь 6 тысяч. Таким образом, наше богатство бесконечно. И здесь важно понять, что одна и та же сумма денег, одна и та же сумма денег. Это разное богатство. Это принципиально разное богатство для разных людей. Поэтому, когда вы пытаетесь стать богатым, первый вопрос, который должен возникнуть, а сколько вы хотите тратить? 50, 200 или 6? Или напишите здесь свою сумму. И как только вы здесь напишите какую-то некую сумму N, ваша задача сделать так, чтобы это ваш пассивный доход, ПД, пассивный доход, был равен N. Вот тогда вы и станете богатым. Как стать богатым? Это обеспечить пассивный доход в размере месячных затрат. Это и есть формула богатства. А чтобы обеспечить пассивный доход, нам нужно перейти к второму пункту, вторичные деньги. И вспомнить в видео, посмотрите более подробно. А здесь я расскажу кратко, что источником всех денег у людей, изначальным источником является работа. Работа. Работа вам дает первичные деньги. Первичные деньги. Это те деньги, которые не надо тратить. Цель, вот если вы идете по вопросу, как стать богатым, то ваша цель их не тратить, ваша цель их инвестировать. А по итогу инвестиций, за счет этих инвестиций, вы будете получать вторичные деньги. И вот эти вторичные деньги, это и есть ваш пассивный доход. Таким образом, если как стать богатым, ваша задача сделать вторичные деньги, равные N вашим ежемесячным расходам. Для этого вам нужно в инвестиции вложить какую-то сумму X, чтобы эта сумма X давала пассивный доход N. А для этого надо эту сумму X набрать первичными деньгами. И вторичными деньгами, вот здесь, когда у нас вторичные деньги больше N, то мы остаток этих вторичных инвестируем, ну, реинвестируем, заново переводим на инвестиции. Таким образом, у нас это X копится за счет вторичных денег, ну, за счет вот этого реинвеста, и за счет первичных денег. Это все работает на X. X нам обеспечивает N, N нам обеспечивает бесконечное богатство. Все, вот вся формула. Итого, подытоживаю кратко. Как стать богатым? Значит, для начала мы определяемся, что такое богатство. Это время, время вашей автономии. Время, которое вы можете прожить без дяди, без работы, без, там, начальников, директоров и всего вот этого хозяйства. Вы определяетесь со временем. Вы определяетесь с тем, сколько вам надо тратить в месяц. От этого будет многое зависеть. И эта сумма должна стать вашим пассивным доходом. Как только она станет пассивным доходом, вы станете бесконечно богатым. До этого момента ваше богатство будет измеряться какими-то месяцами и годами. Чтобы набрать эту сумму в пассивном доходе, вам нужно первичными деньгами за счет работы. Это фриланс, ну, здесь работа, здесь, естественно, и фриланс подразумевается. Подработки, то есть то, что мы называем халтура. Все это, оно все накапливает вот сюда вот. Валится в X, в вашу кубышку, кормушку, в инвестиционный портфель, как хотите назовите. Сюда капает, чтобы отсюда вам давать пассивный доход M. И как только он будет равен вашему месячному бюджету, все, ваше богатство свершилось. Поздравляю. Вот этот путь, собственно, и надо пройти. На самом деле его пройти не так сложно. Главное понимать вот эту цель финальную и вот здесь разложить по полочкам весь ваш маршрут. Друзья, у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите ваши вопросы. Внизу я на них отвечу в следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, не пропускайте видео. Впереди много полезного контента. На сегодня все. С вами был Юрий Хамутский. Пока. С вами был Юрий Хамутский.